Капитана Латристо И технологии, которые были обкатаны при строительстве и проектировании данного корабля Пошли в основу таких прославленных, известных крейсеров японских ВМФ Как АОБА, Фурутака и Мёка Для коллекционера такой прем-кораблик в порту обязательное приобретение Но мне же все-таки хотелось бы рассказать о его боевых качествах А не просто как об экспонате, который будет пылиться на полке Поэтому мы сейчас немного посмотрим на модули, на навыки командира И отправимся в бой Первым делом модули Премиумный корабль, мы ничего не прокачиваем Два слота В эти слоты я поставил модернизацию В первую это у нас орудие главного калибра Защищаем и бережем погреба Также защищаем сами орудия открыто Потому что броня наших башенных установок 20 мм Вернее даже 10 мм, сами понимаете, это смешно Так против дождя Сделаем их немножко покрепче Ну и традиционно силовую установку Также мы модернизируем Что касаемо навыков командира Вот тут-то самое интересное Это у нас премиумный корабль На него мы можем пересаживать без штрафа Командиров с других японских крейсеров Поскольку он обладает Вот этот малыш 4 уровня Обладает всеми атрибутами настоящего японского крейсера Это главный калибр и торпедный аппарат Поэтому все эти навыки, которые мы прокачиваем на более старших собратьях Здесь будут абсолютно в кассу То есть усиливать торпеды абсолютно обязательно И кроме того, обратите внимание На японском крейсере 4 уровня Очень здорово будет работать ПВО Потому что Юбари, если посмотреть Если сравнивать его с одноклассниками Он очень здорово себя показывает Параметру ПВО присвоен рейтинг 10 Для 4 уровня это очень-очень много Сравнивая с Фениксом Можно увидеть Двоечку Представьте, разница практически в 5 раз Ну что ж В общем-то Словья басни мини-кормят Увидеть, что этот корабль может На открытой воде В настоящем честном бою Мы можем буквально через несколько секунд Я запускаю в бой После старта на респе Мною было принято решение Пойти в острова Значит, где обычно собирается такая Теплая компания эсминцев Крейсеров Вот, ну, хотя он даже линкор с нами пошел Почему я принял это решение? Если бы Юбари попал бы в бой К 4-м, к 3-м уровням Конечно, сражение на правом фланге На открытой воде было бы для меня предпочтительным По той причине, что стреляю я не на многим Дистанции меньше, чем у той же самой Амахи То есть 12, где-то с половиной километров у меня снаряды летят Вполне спокойно Я мог бы Всяких Сент-Луисов и Кавати Карать издалека Но здесь у нас в бою Конга Здесь у нас в бою Миоги И для меня это не очень выгодно Попадать под их залпы На большой дистанции Стволами с ними не померятся Вот, кстати, посмотрите, как неосторожно Подставился мой соотрядник Вот, и именно поэтому Я принял решение рискнуть Пойти повоевать с эсминцами Вот, кстати, залпы по эсминцу показывают Что их-то Юбари вполне-вполне может Очень-очень хорошо дамажить Вот Что можно еще Здесь прокомментировать Конечно Большим плюсом в данном случае Для Юбари Будет его маневренность Он, конечно, не Не эсминец Там какого-нибудь седьмого уровня С установленным на него Модернизацией Которая улучшает прикладку рулей Но от торпед Уворачиваться вполне-вполне Он может, кстати, в дальнейшем бою Вы это увидите Здесь в записи реплея Я буду периодически Не удивляйтесь Переключаться с свободной камеры На прицел Потому что немножко подлагивает Все-таки у нас тест Пока еще Возможно Какие-то проблемы с оптимизацией И чтобы не утомлять С дерганием прицела Я буду периодически переключаться Итак Острова Вроде как бы Было много-много-много всего И сейчас оказалось Что кто-то утонул Кто-то разбежался И здесь у меня Больше цели нет Впереди видны Вражеские линкоры Понятно, что Соваться мне на них Как я уже говорил Совершенно смысла нету Юмари Будет просто расстрелян Вот Ну Я начинаю Выискивать цель Вообще Говоря про этот корабль Честно говоря Этот бой У меня записался Вот мне подкинули идею Сделать Видео Именно по данному кораблю Мне это показалось Интересным Буквально Третий бой Я сыграл Вот то, что Вот этот реплей Который Я сейчас вам показываю Причем Два боя До этого Они были Честно говоря Ребята Скучными И этот бой Только на половине Боя Я понял Что уже Когда Юмари Начал тащить Когда Стали уже такие Очень приличные Появляться Цифры в счете Вот Показывают Как я немножко Не долетел Снаряд до Конга На дальних дистанциях Орудия все таки косоваты Которые нам достались Видно по форме башен Достались они нам Эти 140 От Котори От первого уровня Ну так вот Вот честно Геймплей на Юмари Мне показался Несколько скучноват И после этого боя Видя проблемы с реплеем Подлагивание Я думал Ладно Бог с ним Запишу новый Я наверное Сутки играл на Юмари Ну Были хорошие бои Были фраги Было что он тащил Но вот какой-то Яркой феерии Нагиба Нет Ее точно не было Я не знал Как с какой стороны Подступиться к этому кораблю Что про него рассказывать То есть Откровенно Ругать корабль Говорить что он барахло Я не хочу Потому что Это тест Корабль еще не настроен Еще неизвестно Какими будут Балансные правки Его в конце концов И сразу огульно Хаять корабль Потому что он не зашел Я не буду Вот Но при этом Как-то Хотелось быть более пристрастным И вдруг Мне в голову пришло Вот кстати Это к тому Почему такое Необычное Может даже смешное Название у этого видео Мне в голову пришло Сравнение вот какое Вот Картина Да Войны Если взять какие-то Агитплакаты Это Всадники На боевых лошадях Они красивые Они на вид мощные Они Там Побеждают в боях Понятно что Их будут показывать Везде на открытках А есть скромные Серые ослики Которых никогда Не поставят В первом ряду Которых Про которых Вряд ли там Напишут в книжке Или снимут про них кино Но зато Они вот на себе Везут такой Тяжкий Черновой Труд войны И Юбари Когда У меня в голову Пришло это сравнение С таким Серым Надежным Верным Но неприметным Осликом В принципе Сразу Все стало На свои места Почему именно Я посчитал Его несколько Скучноватым И таким вот Серым И неприметным Дело в том Что каких-то Феерически Ярких Качеств У Юбари Я бы Ну Если бы Выделить только ПВО Потому что На четвертом уровне У прем корабля ПВО Назначили ему 10 аж очков Да Силы ПВО Присвоили Чтобы можно было Быстро посмотреть В доке Да Оценка стоит 10 У Юбари У Феникса Который Также Находит В четвертом уровне И не является Премиум кораблем Это значение Всего Двоечка Вот Действительно ПВО У Юбари Очень мощное Обратите внимание В этом бою Я сбил Больше 15 Самолетов Врага Положа руку На сердце На крейсерах 7-го 8-го 9-го уровня Вы каждый бой Сбиваете Такое количество Самолетов Уверен Что нет Бывает Но не всегда Здесь Юбари Совершенно без вмешательства С моей стороны Сам по себе Потихонечку Настрелял Такое количество Для четвертых Уровней Это нонсенс ПВО у нее Действительно Сильное Ну Опять же Такие Мало кто Будет кататься В нем Как на крейсере ПВО Все хотят Стрелять Не по самолетикам А по корабликам Здесь у нас Уже Немножко хуже Да У Юбари Весьма неплохие Торпеды Но у торпедных Аппаратов Очень узкий Сектор обстрела Поэтому применять Их Так часто Как нам бы хотелось У нас не получится Что касаемо Артиллерийского вооружения Кстати Вот немножко прервусь По поводу маневренности Смотрите Как я поздно Заметил торпеды И как мне быстро Удалось от них уклониться В плане маневренности Юбари Вас безусловно порадует Это его сильная сторона Возвращаясь К артиллерии Два орудия Вернее Две башни По два орудия В каждом Ну Не самое мощное Вооружение Для крейсера Дело в том Что Напоминаю Юбари Был экспериментальной моделью На которой Обкатывались Различные компоновки Различные технологии Поэтому у него За годы его службы Было оружие Достаточно Вооружение Достаточно Разношерстное Ну вот мы имеем Некую финальную версию Пушки У него Ну сами понимаете С линкором не потягаться Если мы встречаем Скиллованного феникса Или не дай бог Амаху Он нас просто Раскатает в фольгу В этом плане Артиллерии нам не похвастаться Маневренность Да Как вы уже видели Она хорошая Но мы не эсминец Мы больше по размерам Мы ловим снаряды У нас Нету дымов В общем то Ну Здесь тоже Юбари Не порадует То есть кататься На нем Стоит Учитывая Все эти особенности Понятно что у нас Нет брони Тоже не забывайте Про это Ну Такой В общем корабль Получился не очень яркий Ну Забегая немножко вперед Когда увидите результаты Этого боя Они доказывают Что он все таки может Но поверьте В каждом бою Такое получаться У вас не будет Вот Так Дальше Получается я выскочил На Вражеского Мьоги Он хотя и шотный Но Разобрать его артиллерии У меня конечно Не получится Я готовлю торпедные аппараты К бою И Сейчас идет Война нервов Я выжидаю Куда же он повернет Чтобы сделать выстрел Потому что Если я промахнусь Долго жить под его огнем Я уж точно не буду И вот я дождался Вернее не выдержали Нервы у Мьоги Он начал отворачивать Я понимаю Что дальше Вот этого вот Суши Он никуда не уедет И поэтому Решаю сделать Торпедный выстрел Торпеды идут Вы уже сами понимаете Попадание неизбежно И также неизбежно Уничтожение Этого корабля Вот Пример Что торпеды У него есть В ситуации Если бы это был Бесторпедный корабль Мы бы просто ушли На дно Здесь Юбари Получилось зарешать Более толстокожего И более сильного Противника Что ж Вот где-то Примерно кстати С этого момента Я понял что Бой то Начинает складываться В нашу пользу И почему бы Реплей с этого боя Не записать в качестве примера Ну и Дальше Я уже Начал играть Более вдумчиво Что касаемо Порекомендую ли я Приобрести вам этот корабль Или нет Традиционно Решайте сами На последние деньги В качестве первого према В нынешнем виде Наверное Все таки нет Корабль требует к себе Вдумчивого отношения Играть он просит На нем Осторожно Наражен Не лезть Новичкам Как правило Хочется врываться Нагибать Здесь Все таки Это немножко Не пройдет Может быть Его перебалансируют Ему Надеюсь Понерфит уровень боев Чтобы он Конга не попадал Тогда Вполне Вполне Вот этому кораблю К пятому уровню Не попадать И у него Все будет Просто Распрекрасно Ну Возможно Тогда он Будет Переапанный Имбой Что ж Посмотрим Что на это Скажут разработчики А тем временем Я понимаю Что справа У меня Должна быть Одна проблема И вот Она так и Засвечивается Это феникс По идее Феникс для меня Это гарантированная смерть Своей артиллерии Он должен Меня разбирать Очень и очень быстро Даже не прибегая К торпедам Но здесь Шансы наши Сами понимаете Уравниваются Потому что Среди островов Он со мной Дистанцию Не разорвет Вместо этого Начинаются Забавные Побегушки Друг за другом Вокруг этого острова Обратите внимание Я притормаживаю Не врываюсь На траверс Этого острова Опять же Я в каждом Практическом видео Это говорю Всегда ждите Торпед Из-за угла Вот Мои слова Как вы сами видите Наглядно подтверждаются Я снова даю полный вперед И начинаю догонять Этого Наглого феникса На этом углу Я не опасаюсь торпед Потому что Аппарат у него по борту Всего один И он разряжен Он еще у него Находится на КД Поэтому Я как в старой В старом детском стишке Бегаю Как бульдог за таксиком Вокруг столба За этим фениксом Вот он появляется Смотрите Сейчас будет Вполне себе Неплохой выстрел Даже из Слабеньких пушек Которых мы имеем На Катуре на первом уровне Вполне можно вышибать Дамаг С крейсеров четвертого Здесь будет Пуск торпед Видите как неудобно Я подворачиваю Вот этим вот Узким сектором Который За счет Хорошей маневренности Юмари Очень Можно легко Из него выскочить Если вы вовремя Не осадите Вашего Порой упрямого Ослика Вот Ну тем не менее Пуск происходит Две торпеды я теряю Я надеюсь Что все таки Как раз эти торпеды Заставили моего оппонента Которые Две которые все таки Прошли Не продолжить Это огибание Острова Вот опять торможу Дамы пожалуйста Вперед Все проехали Отлично Теперь я И сейчас Он появится У меня В прямой видимости И в общем Опять смотрим На что у нас Способны Орудия Этого корабля Напоминаю Что Феникс Корабль одного С нами Левела Но Тем не менее От наших рук Он Погибает Весьма и весьма Быстро Напомню У нас орудия С первого уровня Стоят А не С Четвертого Как в случае С только что Погибшим Вражеским крейсером Ну что Тем временем На нашей базе Разыгрывает Самая настоящая Двалидольная Драма Базу Захватывают Союзники Захватывают Вроде бы Неплохо Но К ним Приближается Смертельная Угроза В виде Практически Фулового Конга И кроме Кроме того Я помню На мини-карте Где-то Крутился Вот за Скалой Которая Сейчас Впереди Меня Где-то За ней Крутился Вражеский Сент-Луис Если бы Сент-Луис Проявил бы Да Вот смотрю Ставы команд Да Действительно Если бы Сент-Луис Проявил Немножко Храбрости Немножко Смотрел бы На мини-карту То сейчас Не Феникс Был бы На дне А на дне Был бы я И вот Миоги Катался там Наверное Созерцал Пейзажи И они Немножко Оторвались От Конга Как сейчас Покажут Ближайшие Минуты Это И привело К тому Что у нас Появился Шанс Затащить Этот бой Вот Ждем Сент-Луис Я ожидал Его здесь И вот Он проявляется Стреляя По мне И одновременно Засвечиваясь Включаю снова Интерфейс Ну Понятное дело Это не в бою Я делаю Время просмотра Реплея И выпускаю Четыре торпеды Вообще Кстати Два аппарата По две торпеды Лучше чем Один по четыре Можно варьировать Можно делать Эдакую вилочку Ну В общем Два Пятьдесят процентов Попадания Ну К сожалению Сент-Луис Эт не забирает И начинается Дуэль Между вот этим Пулеметным Крейсером У которого 14 орудий И моими Четырьмя Жалкими Пушечками К счастью Он стреляет По мне фугасами Возможно Это меня и спасло Но Я его таки Перестреливаю И параллельно Сшибаю Скаут Который Остался От какого-то Видимо Усопшего Незадолго до этого Вражеского крейсера Ну 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 Нет Нет Он еще живой Я утыкаюсь В порыве Так сказать Чувств В берег И один снаряд Один единственный снаряд Таки Отправляет На дно Сент-Луис В это время Наши союзники Просто как тигры Бьются С этим Конго Бьются успешно Вот Такая картина Морского боя Получилась без интерфейса И Конго У нас Уходит На дно Тем временем Я продолжаю Сдавать задним ходом По зеркалам Как матерый дальнобойщик Захват базы Идет к своему Логическому завершению Все таки Это победа Пять фрагов Остался еще один Миоги Я выпускаю по нему Торпеды Эх Хотелось мне взять В этом бою Воина Порадовать Вас таким Зрелищным боем На ослике Ну К счастью Или к сожалению Наверное таки К счастью Бой Закончился Результат На ваших экранах Ставьте лайк Подписывайтесь на канал Если он вам понравился И не забывайте Не бывает плохих кораблей Бывает слишком Высокий уровень Боев До новых Встреч Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok